Привет! Все мы помним поговорку про то, что все профессии нужны и важны, но не все могут похвастаться удивительным процессом, который может заворожить и не отпускать. Кроме того, я уверен, что вы увидите много нового и узнаете, как же на самом деле создаются, казалось бы, самые простые вещи. Впереди нас ждут кадры залипательного производства, которые никого не оставят равнодушным. А как вам такой способ сварки? Не только выглядит эффектно, еще и работает. А еще на такую сварку не только можно, но и нужно смотреть. Очень залипательно. Да это же не работа, это какая-то медитация. Вот так сидишь, смотришь на процесс и думаешь о высоком. Искусство в промышленных масштабах. Для меня колбы всегда ассоциировались с экспериментами и чем-то необычным и интересным. Вот и делают их тоже очень увлекательно. Казалось бы, просто скотч, но невольно засматриваешься на процесс. Мне кажется, так кошек завораживает аквариум, когда они взгляд не могут отвести. Пришел на работу, сел и вперед. Технология, конечно, увлекательная, но точно не для мужчины. Оцените, сколько он уже сделал. И так и за дня в день. Глядя на то, как из обычного листа появляется милая фигурка, невольно расплываешься в улыбке. Хочется просто пожелать всем хорошего настроения. Просто удивительно, как за несколько секунд целое бревно превращается в изящную ножку для стола, например. Идеальная работа, без сучка и задоринки. Не всем понятный процесс, как делают платы, но зато красиво. Можно смотреть и любоваться, как точно и быстро станок справляется с поставленной задачей. Необычный станок, а главное многофункциональный. Это ж на нем можно все нарезать. В принципе, если сильно нужно будет, то и колбаску на корпоративе. Молниеносное производство. Даже не успеваешь рассмотреть, как же они окрашиваются. Но останавливаться нельзя. Миру нужны баночки. Много баночек. Еще один пример необычного сварочного процесса. Тут уже сцепка не вызовет вопросов. Качество и наслаждение от просмотра гарантированы. Кто заказывал новогоднее настроение? Вот уже Деды Морозы на подходе. Вот так просто, оказывается, создается праздничная атмосфера. Давайте немного заглянем в царство зубной феи и посмотрим, как она наладила свое производство. Суперслаженная работа и магия зубной пасты в деле. Казалось бы, для работы с металлом требуется сверхсила и супермощность. Но даже с ним можно управляться легко. И, что удивительно, красиво. Глядя на этот отлаженный процесс, волей-неволей вспоминается потраченное время на уроках труда в школе. Все гениальное, как всегда, просто. Секрет идеальных углов раскрыт. Работа, конечно, не творческая, но очень нужная и полезная. В общем, берите этот способ на вооружение, если надо, чтобы держалось суперкрепко и наверняка. Сомнений здесь быть не может. Рельсы – штука серьезная. Этот процесс мне почему-то напоминает игрушку попыт. А у вас какие ассоциации? Вы представляете, что кто-то на работе творит вот такой искусственный вулкан, так сказать? Понимаю, что не настоящий, но мурашки по коже пробегают. Выглядит немного сверхъестественно. Как будто человек покорил огненную стихию и теперь пытается ею управлять. Как мастерски легко парни управляются с раскаленным металлом? Оцените, как они меняют его размер и форму. Все-таки даже тяжелый труд может быть грациозным и утонченным. А вы видели, как делают спирали? Если нет, тогда это видео для вас. С тонкими моделями все ясно. Но когда речь идет о толстых вариациях, согласитесь, смотрится гораздо эффектнее. Еще одни спирали. Но это как переход на следующий уровень. Раскаленная задачка со звездочкой. И только для знатоков. Если долго смотреть на процесс такой упаковки, то есть вероятность, что вы впадете в гипноз. По крайней мере, мне так кажется. Там должны работать очень стойкие ребята. Как сделать крутое шоу? Стекло, щипцы и немного раскаленного металла. А дальше полет фантазии. Здесь у нас творили лошадку. Но таким же образом умельцы могут создавать все, что угодно. Когда настроение Халк, то как же по кайфу пойти и разгромить машину? Не свою, конечно. А это оказывается еще и чья-то работа. Залипательное производство. Не работа, а сплошной антистресс. Вот так разделять материал на части. Это, конечно, не пленку с нового телефона снимать, но все же. Интересная работа. Еще один вариант для снятия напряжения. Но вот с девушкой я бы не стал спорить и старался бы не попадать под горячую руку. Пока я увлекся процессом, подумал, а как назвать такую работу? А человека, который это делает? Приятное зрелище. Ну и чуть ли не единственный случай, когда работники предприятия были бы не прочь зарплату брать продукцией. Им можно даже прямо упаковками. До чего техника дошла? Раньше, я думаю, это приходилось делать вручную. Было бы, конечно, эффектнее, но небезопаснее уж точно. Вот вам и декупаж по-быстрому. Никогда бы не подумал, что ножки раскрашиваются таким образом. Я не знаю, чем можно напугать этих парней. Ребята с раскаленным металлом не просто на «ты», они его покорили. Все beach. Ребята с много лет будут Evan governo для savior бежать, в подъемте на любом любит verstehen. В горах. Потом после cancelled его, я не могу запустить. Прямо легче.